Продолжение следует... 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 А зачем вообще такие нужны? Наверное, вас нужно всех этих общих специалистов угнать в шею, да, но на самом деле общие финансовые специалисты, они схожи с, допустим, ролью врача-терапевта, да, почему? Потому что нужен человек, который посмотрит на всю картину, который посмотрит на все компоненты бизнеса, включая коммуникацию с кредиторами, юристами, на прошлые финансовые показатели, будущие финансовые показатели, свяжет это все вместе, и, если нужно, привлечет уже специалистов по конкретным областям. Вот, по сути, вот то, чем занимаюсь я, и, значит, мы сделали эту презентацию для того, чтобы покрыть разные компоненты сложившейся ситуации. У нас есть некая экзистенционная составляющая, в которой мы поговорим более углубленно о том, что, собственно, с нами случилось и что ожидать с точки зрения, скажем так, медицинского компонента и компонента выхода из кризиса с точки зрения пандемии. Во-вторых, мы поговорим более детально о конкретных математических примерах и шаблонах, которые мы покажем, которыми должны, наверное, пользоваться все бизнесы для того, чтобы делать стресс-тестирование и убеждаться в том, что они останутся на плаву. И, в-третьих, мы сделаем небольшой, скажем так, креативчик, в котором мы рассмотрим менее стандартные способы выхода из кризиса, которые, может быть, не совсем были бы применимы пару лет назад, но сейчас из-за того, что кризис так сильно повлиял на все общество и на всю экономику, вот эти менее стандартные методы могут показаться интересны нашим слушателям. Спасибо еще раз. Надеюсь, вам понравится презентация. Ждем ваших вопросов. Андрей, слово тебе. Да, пару слов о себе. Я являюсь экономистом по образованию. Закончил МГУ, Институт стран Азии и Африки, соответственно, восточные языки в анамнезе и активно их использую. Вот уже больше 20 лет работаю в сфере консалтинга, инвестиционного банкинга. Наша практика работает в основном с иностранными компаниями в России и в других странах. Мы делаем технико-экономические обоснования инвестпроектов, для банков оцениваем эффективность активов, что с ними делать, каковы перспективы. И часто для собственников бизнеса тоже разбираем различные сложные ситуации, в том числе, когда есть какие-то противозаконные вещи, нарушения, которые совершает менеджмент компании или у правоохранительных органов есть какие-то претензии. Мы выступаем в роли экспертов. Концентрируемся на двух областях. Скажем так, проекты делаем в широком спектре отраслей, но концентрация у нас на нефтегаз-химии. И химия не связанная с нефтегазом, и медицине. Также работаем в сельском хозяйстве. У нас есть отраслевые команды, технологи, маркетологи именно из этих отраслей. Соответственно, в своей части выступления я поделюсь некоторыми примерами из тех индустрий, которые мне наиболее всего знакомы. Хорошо, спасибо, Андрей. Давайте перейдем к первой части нашей презентации. Во-первых, мы бы хотели обсудить, наверное, самую горячую точку всего того, что перед нами. Что, собственно, происходит. У Андрея есть достаточно уникальная позиция, поскольку он долгое время помогает бизнесам именно из отрасли медицины процветать в России. Поэтому давайте послушаем точку зрения Андрея сначала по тому, что он думает по продолжительности пандемии, как она повлияет на бизнес, вакцину и другие факторы сложившейся ситуации. Да, на самом деле это вообще тема для отдельного разговора, конечно, и для более углубленного изучения. Мы хотели бы эти аспекты осветить именно по той причине, что они влияют на подход предпринимателей к этому кризису. То, с чем мы сталкиваемся, наверное, больше всего, что предприниматели не знают, как долго это продлится. Много вопросов, связанных с тем, с происхождением этого вируса, естественный он, неестественный, кто за этим может стоять, кому это надо, что будет с госрегулированием, что будет с нашими свободами и правами и так далее. То есть много-много шума, который люди слышат отовсюду, да, от друзей, из прессы, эксперты разные вещи говорят, иногда противоречат друг другу. И с точки зрения бизнеса, да, с точки зрения бизнеса, наверное, основной вопрос – это сроки, да, насколько долго это все с нами происходит, да. Пройдет месяц-два и ситуация улучшится или это надолго, сильно ли изменится поведение потребителей, что будет с моей индустрией, да, какие-то тектонические сдвиги происходят в экономике или не происходят. С точки зрения медицины, с точки зрения медицины, хотел бы дать небольшой экскурс, да, вообще в то, как развивались различные эпидемии, начиная с эпидемии именно респираторных заболеваний, начало 20-го века, да, что нам более близкая эпоха индустриализации, постиндустриальная эпоха. Есть несколько сценариев развития ситуации. Во-первых, этот коронавирус очень похож по характеру распространения, по многим параметрам на испанку, на так называемый испанский грипп в начале 20-го века. Тоже очень большое количество людей заболевало и, соответственно, достаточно высокая была смертность. Это вообще отдельная тема, правильно она считается или нет. Мы сейчас немножко не об этом. Что происходило во время так называемого испанского гриппа? Просто его впервые в Испании выделили и стали более углубленно изучать, да, поэтому он в кавычках испанским называется. Было несколько волн, вторая из которых была наиболее смертоносной. И всего вот эти волны продлились без малого три года, да. Умерло достаточно большое количество людей, по оценкам от 17 до 100 миллионов. Более-менее официально подтвержденных жертв было около 42 миллионов за три года, да. Те вирусы, те коронавирусы, которые приходили, и различные вирусы гриппа, которые приходили после этого, длились намного меньший период времени. Наверное, один из наиболее известных – это гонконгский грипп 1957 года, если не изменяет память, с чуть более одного миллиона жертв, он длился достаточно недолго. Данный вирус, он достаточно агрессивен, агрессивнее, чем обычный грипп. Он по характеру воздействия на легкие, на другие органы очень похож на испанку. И мы предполагаем, наш базовый сценарий, что вот эта текущая ситуация, она продлится скорее ближе к двум-трем годам, не одному-двум-трем месяцам, и будет несколько волн. При этом различные гриппы, коронавирусы туда же, они имеют свойство иногда внезапно исчезать, как гонконгский грипп, спустя там, после одной волны и второй легкой, он ушел, и впоследствии уже стал не столь опасным. Впоследствии те гриппы, те коронавирусы, которые появлялись, уже были, скажем так, некоторыми последующими поколениями тех эпидемий, которые были испанской гриппой и гонконгской гриппой. Так же точно предыдущий известный коронавирус SARS, возникнув в начале 2000-х годов, я в то время был в командировке на Тайване, как раз самый пик той эпидемии, чем-то очень сильно переболел, так и неизвестно было, что это, но он внезапно исчез, имея гораздо более высокую смертность, чем нынешний грипп, он внезапно исчез, но эти вирусы, они уходят для того, чтобы потом, мутировав, учтя те или иные недостатки, либо недостаточная вирулентность, либо недостаточную эффективность с точки зрения ответа иммунной системы, вернуться вновь, что и произошло сейчас. Поэтому, что мы понимаем насчет этой болезни, хотя насчет этой эпидемии, хотя это абсолютно новое заболевание, что ситуация может развиваться совершенно по-разному. Ситуация может длиться несколько лет, в несколько волн, с учетом сезонности, с учетом осенних, весенних периодов заболеваний, может внезапно вирус исчезнуть или мутировать, стать менее агрессивным, менее смертельным. И это пока непонятно. Насчет вакцин, как известно, вакцины от коронавирусов по большому счету либо нет, либо в сроках действия всего лишь несколько месяцев, может быть год до следующей волны. И поэтому надежды особых на вакцины от данного заболевания у нас тоже нет. К чему мы все это говорим? К чему мы это говорим? Что в текущей ситуации рассчитывать на то, что месяц-другой сейчас начнется лето и все пройдет, скорее всего не приходится. Это только если повезет. Вирус вдруг куда-то исчезнет или вдруг станет менее агрессивным. В связи с этим, конечно же, необходимо строить сценарий больше, чем на один, два, три месяца. Переждать, волна накроет, пройдет и все будет как прежде. Предполагаем, что все-таки даже помимо этих возможных двух-трех лет, о которых идет речь сейчас, изменятся, конечно, и модели потребления, и бизнес-модели. Об этом мы скажем позже чуть более подробно. Илья? Спасибо, Андрей. Мы решили начать презентацию с этого, чтобы показать, что все остальные слайды про стресс-тест и реструктуризацию важны, несмотря на то, что потихоньку все страны мира сейчас открывают и, я надеюсь, будут продолжать открывать после вируса. Окей, давайте продолжим. Значит, главная причина, зачем мы, собственно, здесь, да, и что мы хотели обсудить. Дело в том, что все, о чем говорил Андрей, это создало очень много беспрецедентных проблем, как в экономике, так и, соответственно, на уровне малого, среднего и крупного бизнеса. Поэтому, что мы слышим от наших клиентов постоянно? Какие вопросы они нам задают? Мы хотели бы поделиться с вами ответами, которые мы их даем, рекомендациями, которые мы даем этим бизнесам. Конечно, главные вопросы, которые мы слышим, это как быстро мой бизнес восстановится и восстановится ли вообще. Если я буду сокращать расходы, то насколько глубокие должны быть сокращения данных расходов? Что произойдет с моей отраслью? Мы слышим очень много такого плана вопросом. И те изменения, которые сейчас происходят, они необратимы, обратимы, значимы, временные. Значит, следующий вопрос, который приходит часто, который мы часто слышим, это хороший момент продать свой собственный бизнес или, допустим, учитывая какие-то негативные факторы, может быть, вообще его закрыть. Или мне следует продолжать? И как вообще принять данное решение? На какие показатели смотреть? Вопросы про партнерство, по привлечению финансирования, какие шансы сейчас это сделать в данной ситуации? И также вот креатив, о котором я ранее говорил, это владельцы бизнесов к нам приходят, обращаются и спрашивают, какие креативные решения делают другие, предпринимают другие компании? Что они делают в сложившейся ситуации, чтобы сделать какую-то трансформацию? То есть нужны ли какие-то креативные изменения с учетом новой реальности? Значит, сначала мы бы хотели ответить как бы на самые главные базовые вопросы. Они могут показаться, информация, которую мы предоставляем, может показаться слишком простенькой, но мы очень часто видим бизнесы, которые вот даже с этими простыми компонентами не справляются. А особенно в ситуации, где глубокий кризис, где много эмоций, то многие владельцы бизнеса просто забывают про базовые вопросы, которые нужно себе задать, для того, чтобы подвергнуть свой бизнес стресс-тесту и вообще, чтобы принять какие-то решения в отношении своего бизнеса. Главное, конечно же, что нужно понимать. Вопрос, на который у любого владельца бизнеса должен быть ответ. Это что произойдет, если при выходе, скажем, из кризиса или в момент, когда все, допустим, откроется. Сейчас, пожалуйста, потому что в данный момент многие владельцы бизнеса даже не могут ответить на этот вопрос, потому что это не произошло. Но нужно сделать предположение по тому, что произойдет с бизнесом, если выручка упадет на определенный процент. Это можно начинать с 20%, продолжать до 30%, 50%, 70% и так далее. У каждого владельца бизнеса должен быть ответ на этот вопрос. Как на него ответить? Многие будут удивлены, но большинство владельцев бизнеса не смогут сходу ответить на этот вопрос. Почему? Потому что они не всегда знают, какие расходы, которые они несут, по-настоящему переменные. А какие расходы все-таки будут постоянные. Соответственно, если ты не знаешь этого, то ты толком не знаешь свою точку безубыточности. И, соответственно, такой бизнесмен, он, по сути, только знает, может быть финансово составляющий в данный момент. Но он не может играться с бюджетами, и он не может делать анализ, что случится, если выручка сильно упадет. Второе, это, конечно же, нужно понимать маржинальность своих продуктов на детальном уровне. То есть не просто общую маржу, как иногда финансовые директора нам готовят отчетик и показывают нам общую маржинальность. А нужно понимать маржинальность своей продукции или услуг на уровне каждого клиента и на уровне каждой позиции. Это тоже не всегда очевидно. Потому что, если это не очевидно, если владелец бизнеса толком не знает, какие расходы распределяются на каждый компонент, каждый продукт и каждого клиента, то, соответственно, ему сложно будет понять, какое влияние на бюджет будет оказывать изменения в ценах, урезание расходов и так далее. То есть нужна модель, и мы покажем конкретные примеры, как данная модель, хотя в простеньком ее виде, может выглядеть. Наверное, один из самых главных вопросов, на который владелец бизнеса должен ответить, это в идеале, да, нужно, чтобы владельца бизнеса можно было разбудить в два часа ночи, и он должен сказать, и задать ему такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Иван, надеюсь, у нас нету Ивана в слушателях, но если нет, то хорошо, может быть, наоборот, да. Скажите, пожалуйста, при падении выручки на 20-50-70% и при определенных ключевых предположениях о скорости того, как клиенты вам платят, о кредиторке и о марже, сколько у вас в кассе или в банке через 12 месяцев будет денег? И будет ли эта цифра больше нуля или меньше нуля? Вот если нет ответа, это вопрос очень, по сути, простой, да, сколько денег будет в банке через 12 месяцев или на руках, в зависимости от того, кто как хранит деньги. То есть вопрос очень простой, но ответ на него не всегда простой, и поэтому, да, вот эти простые способы, которые описаны на этом слайде, они, понятно, что, так сказать, это мы не открываем здесь Америку, но они именно позволят владельцам бизнеса собственно понять, насколько стрессоустойчивый их бизнес и, собственно, на что он может рассчитывать в ближайшие 12 месяцев, соответственно. Хорошо, значит, это просто был общий такой обзор самых традиционных методов. Давайте двигаться дальше. Да. Здесь несколько моментов, которые необходимо учитывать в рамках стресс-тестирования. Как я до этого говорил, сроки, регулирование, необходимы сценарии. Сейчас мы слышим от многих предпринимателей, что сценарий один, тех, кто наиболее пострадал, естественно, от этой эпидемии, есть те, кто что-то выиграл от этого. Но это подождать какое-то время, сократить затраты и посмотреть, что будет. Но здесь необходим все-таки более детальный подход и несколько сценариев. Если ограничения снимаются, что происходит с моим бизнесом, если они опять вводятся через какое-то время со следующей волной, что в этом случае? Один год, два, три, несколько сценариев. То же самое всегда есть ли вопрос следующий, есть ли какие-то сверхпозитивные события, которые могут произойти и могут помочь выстоять этот сложный период, как у мальчишек и больших нам бы день простоять до ночи продержаться. Может быть какой-то контракт, может быть кому-то обратиться свою продукцию через какого-то дистрибьютора продать, может быть помощь от государства. Сейчас я знаю среди предпринимателей много разных дискуссий по этому поводу, что-то удается получить, что-то не удается, но какие события могут произойти. И здесь же с чем часто сталкиваемся и сами, и наши клиенты, вот есть вера, что сейчас у нас произойдет вот этот контракт, или мы выиграем этот тендер, и все наладится, а что если не будет, почему это называется стресс-тестирование, что если этого не произойдет, что если обещанная помощь от государства, федеральных, муниципальных властей, банков не придет вовремя, насколько сильно это повлияет на бизнес. То же самое выстраивая эти сценарии сразу на какой-то достаточно продолжительный срок, до того момента, когда вы думаете, что может ситуация улучшиться, какие источники финансирования могут быть доступны. Банки, да, нет, на каких условиях, какие проценты потом платить, знакомые, родственники, когда нужно вернуть, то есть сразу составляешь для себя схему, где взять деньги, да, сразу насколько тот или иной институт, да, банк или институт развития, знакомый, родственник, на какой срок может дать, какая примерно сумма, составляешь детальный список того, когда, скорее всего, нужно будет возвращать, можно ли будет потом потянуть или не можно, кому строго, кому не строго, тоже выстраиваешь это, накладываешь на определенную ось времени. так же, что если, что если регулирующие органы начнут штрафовать за увольнение, за неправильно выдержанный срок, да, перед увольнением, не предложение вариантов сотрудникам по другим должностям и функциям компании. Откуда может прийти подвох, да, там закрыли, например, вроде бы договорились на словах о переносе арендных платежей, что если там арендодатель через месяц передумает, скажет нет или там не так оформили, придерется к чему-то. То есть нужно просчитывать вот эти риски, да, и позитивные вещи, которые могут прийти, что если они не придут, и негативные. Вот, наверное, наверное, все здесь. Илья? Окей. Спасибо. Значит, я хотел бы предложить вашему вниманию самую простую табличку, которую должен использовать любой владелец бизнеса для стресс-тестирования. И она должна показывать следующее. Любой финансист должен владельцу бизнеса связать прошлое, да, то есть то, что произошло за последние пару месяцев. А с будущим вот эти, я прошу прощения за некоторые англицизмы, просто достаточно долго жил на Западе, буду переводить по ходу, да, какие-то английские выражения. Значит, что у нас, что у нас здесь есть? Вот у нас есть до эпидемии два месяца. У нас есть выручка, у нас есть соответственно переменная маржа, у нас есть другие переменные расходы, у нас есть переменная маржа, которая была у нас соответственно 30%. И у нас есть постоянные расходы, налоги и соответственно прибыль. Мы высчитали точку безубыточности, да, и мы понимаем, что до эпидемии этот бизнес мог вполне иметь выручку примерно тысячу и все равно выходить в ноль. Все было нормально. Значит, теперь, где мы находимся сейчас? Сейчас мы находимся вот где-то здесь в этой белой линии. То есть у нас еще, особенно если бизнес был закрыт, да, то мы еще даже не начали вот этот этап, потому что бизнес еще не открылся. И вот как раз сейчас самое хорошее время сделать себе табличку с учетом того, что выручка упадет или на 30%, или на 50%, или на 70%. Да, для простоты мы делаем предположение, что маржа будет такая же, ну, то есть пока мы делаем предположение, что цена, да, за которую мы продаем не меняется, соответственно, себестоимость не меняется. Значит, что мы здесь видим? Мы видим, что мы получаем те же 30%, но, но, да, когда у нас выручка падает на 30%, у нас достаточно переменной маржи, то есть variable contribution margin, все равно достаточно, чтобы покрыть наши постоянные расходы. выручка падает уже на 50%, то, соответственно, мы уже не можем покрывать постоянные расходы, потому что переменная маржа 236, постоянные расходы 250, и, соответственно, получается, что у нас уже есть минус. Точка безубыточности у нас немножко идет вниз, просто из-за того, что у нас, поскольку мы в минусе, мы не начисляем налоги, вот, и, соответственно, если у каждого бизнеса есть такая табличка, я очень надеюсь, да, то вопрос, который нужно себе задать, это, что, собственно, делать, потому что вот эти минус 50%, это как раз может быть реальность, да, это может быть как раз реальная ситуация того, что произойдет со многими бизнесами. вот, что нужно делать? Ну, самое в данной ситуации, самое интуитивное, наверное, было бы сокращать постоянные расходы. Мы поговорим попозже о том, какие есть методы это сделать более-менее эффективно. Вот, и, ну, конечно же, нужно думать о том, чтобы понижать себестоимость, повышать цены, если это возможно. Мы, опять же, поговорим об этом попозже. значит, если вы владелец бизнеса или финансист, вы меня сейчас спросите, Илья, спасибо, конечно, но где же здесь деньги, вот в этой картинке, потому что каждый бизнесмен знает, что вот то, что здесь написано, это ОПУ, отчет о прибыли и убытках, бизнесу-то еще нужно закупать капекс, да, нужно закупать оборудование, а что если у бизнеса есть долги, которые нужно выплачивать, они же тоже никуда не уходят, а что если нужно рассчитывать изменения в оборотном капитале, да, тогда, собственно, вот эта точка безубыточности, меня спросит владелец бизнеса, зачем она мне нужна, потому что сюда-то включено получается не все. Вот, и для того, чтобы подсчитать ее более правильно и более, скажем так, подходящее именно для владельца бизнеса, но при этом не осложняя модель, была придумана точка безубыточности, которая основывается на не прибыли, а которая основывается на свободном денежном потоке, да, то есть получается, что у нас та же самая модель, только мы говорим, окей, вот у нас, вот наша прибыль, но, да, давайте прибавим обратно амортизацию, которая не является денежным расходом, да, то есть мы по сути приближаемся к ДДС, к движению денежных средств, давайте отнимем Киокатекс, то есть инвестиция в оборудовании и так далее, и соответственно это денежный поток, он не всегда будет равняться амортизацией, иногда он будет больше, да, и конечно же главное это давайте отнимем платежи, что если бизнес-владельцу нужно платить за им, он у нас, его здесь нету, да, в данной ситуации он 770, мало того, у нас есть еще одна переменная, которую для простоты мы здесь не спрогнозировали, да, изменение в оборотном капитале, проблема-то у нас еще в чем заключается, что если у нас бизнес падает настолько, что выручка идет вниз на 50-70-30 процентов, то у нас конечно же будут изменения в оборотном капитале, другое дело, что они скорее всего будут одноразовые, то есть это будет одноразовое падение элементов оборотного капитала, а потом если выручка останется на этом уровне, то этих изменений больше не будет, но скорее всего их нужно принимать во внимание. Что я конкретно имею ввиду? Каждый владелец бизнеса скажет, что какое для него самое плохое сценарио с точки зрения оборотного капитала? Это его бизнес уменьшается, долги и кредиторку ему надо платить, а дебиторку поступает чрезвычайно медленно или его клиент вообще отказывается платить дебиторку по каким-то причинам. Это может быть банкротство клиента, если это B2B. Поэтому в этой ситуации конечно же было бы полезно спрогнозировать еще какую-то сумму здесь. Ну и соответственно могут быть другие изменения в оборотном капитале, потому что ну там пример у нас может быть один месяц это одна зарплата, но у нас может быть соответственно изменение в начисленных зарплатах. Если нам к сожалению придется увольнять сотрудников, то не исключено, что нам нужно будет заплатить им не одну зарплату, а две, три или четыре. То есть у нас соответственно по ДДС у нас будут движение больше, чем обыкновенная зарплата. Она может сюда войти, или если она была начислена в предыдущие периоды, то конечно она будет здесь. Поэтому владельцу бизнеса важно иметь перед собой точку безубыточность, сделанную исходя из свободного денежного потока, и понимать, что это точка безубыточности не 900 и не 850, как мы видели на предыдущем слайде, а это 1100. Двигаемся дальше. Один из главных вопросов, которые мы слышим от наших клиентов, это когда имеет смысл начинать реструктуризацию в бизнесе. Иначе говоря, в какой момент можно уже начинать волноваться? к великому сожалению, иногда это происходит слишком поздно. То есть самое лучшее время начинать волноваться и делать реструктуризацию, это когда у вас есть, допустим, бюджет, вы сделали, вы или ваш финансист сделали бюджет, как в данной ситуации, на ближайшие 8 месяцев, вот у нас факт, actual это факт, за последние два месяца. И вот теперь мы сделали прогноз и что у нас показывает прогноз? Выручка у нас идет вниз, но это еще не самое плохое. У нас идет не только выручка вниз, у нас еще идет вниз маржинальность, потому что первые два месяца у нас маржинальность только учитывая переменные расходы 30%, а в последние 6 месяцев модели она идет вниз 23%, 23%. С чем это связано? Это может быть связано с прогнозом, который дает отдел продаж, который говорит, ребят, не только я буду продавать меньше, но я предполагаю, что покупатель больше не может столько за него платить, исходя из этого вам придется дать скидку, и вот где-то здесь заложена скидка, а себестоимость останется та же. Соответственно, что мы видим? Пока мы не давали никаких указаний уменьшать постоянные расходы, это только прогноз, то есть мы видим эту строчку без изменений, и наша любимая тема, которую мы только что обсуждали, это мы берем прибыль и доводим ее до свободного денежного потока, потому что у нас еще есть платежи, которые мы должны сделать. Покупка оборудования, изменения в оборотном капитале в данной ситуации, они идут в минус, мы уже их предсказали, и соответственно нам нужно выплачивать займы. Что же мы видим? На что должен сфокусировать внимание владелец бизнеса, он должен сфокусировать свое внимание не на этой строчке, даже не столько на этой строчке, сколько на этой строчке. То есть он должен понимать, что свободный денежный поток у него 41, и это еле-еле хватит, чтобы продержаться вот этот месяц. По сути, это означает, что он уходит под воду в середине четвертого месяца. что по сути значит, что у него есть 3,5 месяца, чтобы осуществлять реструктуризацию. И это, наверное, идеально. Если у каждого владельца будет данный инструмент, и у него будет 3 месяца, то за 3 месяца вполне реалистично приготовить детальный план реструктуризации, о котором мы поговорим немножко дальше. Поговорим о реперных точках для принятия решений. И слово тебе, Андрей. Да. По поводу сценариев, да, опять же, для бизнеса неопределенность бывает часто хуже самой проблемы, да, когда непонятно, что будет с регулированием, мирное время, не вирусное, да, что будет с налогообложением, и так далее. Сейчас из-за неопределенности, из-за того, что непонятно, на что вообще ориентироваться, да, будет ли что спасать через 2 месяца, да, или если все затянется, то вообще есть ли смысл что-то делать, многие клиенты, мы видим, просто начинают теряться, да, но даже в этой ситуации предпринимателю крайне важно восстановить контроль, да, есть очень много вещей в жизни, которые мы не контролируем, включая вот эти вирусы, и включая самые разные вещи, кирпич может наголо, как говорится, упасть, но необходимо понимать, что в данный момент происходит с бизнесом, да, что можно сделать, это построить несколько сценариев с указанием сроков, да, допустим, там, в июне снимают ограничения на те или иные виды деятельности, да, и, соответственно, если их снимают, то в какой степени я могу восстановить восстановить денежные потоки, выручку, да, будут ли ограничения на введение деятельности, не ждать, пока об этом скажет правительство, да, что именно, но самому уже построить несколько сценариев в голове, что скорее всего, там, если, допустим, речь идет о ресторане, сразу посадка нормальной не станет, какой она может стать, соответственно, какое количество людей необходимо реально, что будет с закупками, что будет с ценами при уменьшении объемов закупок и так далее, если подходит эта точка, да, там, не знаю, 10, например, там, июня, 1 июня, 1 июля, не происходит снятие ограничений в конкретном регионе, в конкретной отрасли, то тогда какие варианты деятельности, да, службы доставки продуктов питания или какие-либо еще действия, которые необходимо предпринимать, то есть выстраиваться несколько сценариев и все время необходимо отслеживать, что по факту происходит, насколько реалистично, да, ситуация, например, в конкретном регионе, да, в Москве, может быть, сейчас там заболеваемость по официальным цифрам идет на спад, да, Челябинская область, другие регионы, Мурманская, в том числе те, в которых мы работаем, там еще все достаточно сложно, да, соответственно, приближается дата, которую мы наметили ранее себе в голове, что 10 июня или там 15 июня что-то разрешат, мы понимаем, что осталось 2-3 недели, вряд ли разрешат, да, хорошо, тогда, соответственно, что мы делаем дальше? И таким образом в каждый момент времени необходимо понимать, где ты находишься, да, насколько реалистичен хороший сценарий, может быть, плохой сценарий не материализуется, может быть, уже там эпидемия идет на спад и какую-то деятельность можно вести, да, для тех, кто непосредственно затронут ограничения. Что мы видим тоже по реакции властей в различных странах, да, опять же, работаем не только в России, к сожалению, наверное, это особенность, может быть, патология, но власти все-таки в конце концов в очень значительной степени руководствуются рейтингами, да, поэтому это мы видим в разных странах, мы видим это в преждевременном ослаблении ограничений, мы видим в реакции наоборот где-то избыточной, да, на любые всплески, что сейчас происходит, какое время года сейчас там период респираторных заболеваний, может быть, скоро выборы будут, может быть, там в регионе мы видим, что нарастает недовольство, чем больше люди недовольны, они недовольны тем, что много людей заболевает, что высокая смертность, что там скрываются, недостаточно отражается в статистике заболеваемости смертности или наоборот есть давление на власти побыстрее снять ограничения, то есть это вот тоже необходимо отслеживать, предугадывать реакцию властей. Вот. Спасибо. Значит, еще один вопрос, может быть, не совсем приятный вопрос, но, конечно же, нужно о нем думать и говорить, да, это когда можно начинать думать о том, чтобы закрыть или продать бизнес. Вот. И хотя ответ на этот вопрос не всегда однозначен, потому что он зависит от возможности предпринимателя изменить ситуацию к лучшему, изменить продукт, поднять цену, изменить команду, есть некоторые симптомы, о которых можно уже поговорить сегодня, да, и показать, при какой сложившейся ситуации скорее всего можно думать о том, чтобы принимать данное решение. Вот рассмотрим пример, при котором у нас есть как бы бизнес до и бизнес после, да, вот мы продавали за месяц тысячу каких-нибудь чего-нибудь, да, и, соответственно, зарабатывали переменную маржу 30%, и наши постоянные расходы были 2000, соответственно, мы зарабатывали прибыль тысячу, и наша точка безубыточности была примерно 6700. Это в хорошие времена. Теперь реальность, да, после открытия, после карантина, вот что мы видим. Допустим, да, мы даже продаем те же самые тысячу, но покупатель отказывается платить 10, у него нет денег, да, то есть он готов платить 7, у нас поменялось ценообразование, с себестоимостью, допустим, мы ничего не можем сделать, хотя, как правило, это не так, на нее как-то можно повлиять, но, допустим, да, не сильно, ну, и у нас есть другие переменные расходы, которые, как правило, что такое другие переменные расходы, это может быть мотивация отдела продаж, что-то, да, что мы платим как процент от выручки. Значит, что теперь у нас получилось? У нас получилось, что у нас переменная маржа вместо 3000 у нас 300, то есть на уровне юнит-экономики да, у нас переменная маржа по сути упала в 10 раз, выручка упала на 30%, но из-за сокращения маржинальности у нас практически получается бизнес, при котором у нас переменная маржинальность в данный момент 4%. Вот, и теперь, конечно, возникает вопрос, что делать, потому что если постоянные расходы остаются теми же, как они были, то наша точка безубыточности превращается из 6 и 7 превращается в 47, то есть она вырастает примерно в 6 раз, и это означает, что если немножко даже ухудшить эту динамику, давайте представим, что вот эта цифра не 4%, а 0, то получается, что сколько бы мы не продавали, что бы мы здесь не делали, пусть мы даже продаем не тысячу, а 100 тысяч, получается, что мы все равно ничего не зарабатываем, да, потому что вот эта цифра, которая должна покрывать постоянные расходы, она практически ноль. Конечно же, есть возможность сократить постоянные расходы, мы сейчас о них будем говорить, но если эта возможность ограничена, вот, то, соответственно, нам нужно задуматься о том, находимся ли мы, имеет ли смысл продолжать вести ведение бизнеса, вот, да, то есть, по сути, нам нужно добраться до юнит-экономики и распределить все переменные расходы, чтобы понимать, какая у нас новая юнит-экономика, и при такой юнит-экономике можем ли мы вообще покрыть какие-то постоянные расходы. теперь давайте поговорим о сложных решениях, которые нужно принимать владельцам бизнеса уже сейчас, уже нужно было принимать в месяц-два и предстоит принимать следующие пару лет для того, чтобы сбалансировать их денежные потоки, для того, чтобы обеспечить какую-то прибыль. в сложившейся ситуации и вот это то, что мы видим у клиентов сейчас и то, что мы всегда видим у бизнесов в кризисе. Приоритет номер один это остановка кровотечения или как некоторые называют кеша течения. Потому что пока бизнес кровоточит с точки зрения финансовой, то практически невозможно что-то сделать. То есть нужно как это не сложно, нужно предпринимать самые радикальные меры достаточно быстро, чтобы по крайней мере выйти в ноль. какие самые базовые вещи можно сделать для того, чтобы остановить кровотечение уже сейчас, но при этом не тратить очень много времени, то есть не пытаться 3,5 месяца делать структуризацию бизнеса, это много, это большое количество времени. А что если этого нету? Что если есть неделя-две? Значит, очень важный момент здесь это коммуникация с поставщиками и сотрудниками. в кризисной ситуации коммуникация с поставщиками должна быть очень конкретная, есть очень строгие параметры и очень строгие механизмы, по которым поставщики, которые, как правило, все адекватные нормальные люди будут продолжать с вами работать, даже если вы не будете, даже если вы не можете им платить за предыдущие долги. метод, который я всегда использовал и, так сказать, мои коллеги, вы приходите к поставщику и у вас плохие новости для поставщика, у вас нет денег ему платить за предыдущие заказы, а товар вам нужен. Соответственно, поставщик вам задает вопрос, в реальном времени вы сидите напротив него в комнате, он вам спрашивает, когда вы мне заплатите за то, что вы мне должны? И в этой ситуации ни в коем случае нельзя бросаться датами, фразами, фразами, цифрами. Самое разумное, что можно ответить поставщику, как поставщику, так и сотруднику, так и любому лицу, которому вы задолжали деньги, это следующее, что уважаемый поставщик, я должен вам денег, я с этим не спорю, так же, как я должен денег многим другим. В данный момент я дал задание своему финансовому отделу или привлек консультанта, который мне поможет сделать тщательный и консервативный бюджет на следующие 6-12 месяцев и ответить на этот вопрос. То есть я сейчас работаю над тем, чтобы ответить на вопрос, когда я могу вам заплатить за предыдущие грехи. Я не могу сейчас на него ответить, у меня нет этого бюджета. И соответственно, мы говорим уважаемый поставщик, уже на второй встрече, вот у меня есть такой бюджет. И смотрите, что он показывает. Он показывает, что я вам могу платить за каждые новые поставки один в один, допустим, доставка на 100, я вам плачу 100. Но каждому 100 я прибавляю какой-то процент в счет предыдущей задолженности. А моя финансовая модель показывает, что я могу эту задолженность выплатить за 10 месяцев и раньше. Конечно, уважаемый поставщик, вы можете меня, грубо говоря, послать, но мое банкротство никак вам не поможет, потому что если вы пойдете на мои условия, не только вы будете зарабатывать маржу на всех следующих заказах, но вы практически гарантированно получите всю свою задолженность. Если вы сейчас будете настаивать на своем и я заплачу вам 100% вашей задолженности, вот тогда скорее всего я точно обанкротюсь, потому что у меня же есть другие поставщики, которым я не заплатил, и соответственно вы лишитесь клиента. это конечно работает не в 100% случаев, но я это видел, что эта система работает хорошо, и поставщику это выгодно, потому что во-первых, ему хорошо, ему легко отчитаться перед начальством, да, он должен денег, но он сделал один платеж, и он заплатил мне 103% от доставки, то есть доставка плюс 3% в счет старого счета. Соответственно его финансовый отдел видит каждый месяц, как эта задолженность уменьшается. Продолжаю, то есть конечно же ликвидация запасов и ненужного имущества, которое нужно делать сразу, то есть нужно сразу смотреть на все свое ненужное имущество и продавать его реально за любые цены. Пусть это скидка 40%, 50%, пусть это повлияет на месяц прибыльности, пусть эта прибыльность будет ужасная, это не важно, да, но нужно сразу делать аудит всех своих запасов и все свои имущества и избавляться от того, что ему нужно. И последнее здесь, это конечно сокращение штата. чем успешнее предприниматель и бизнесмен, тем сложнее ему это делать, потому что это те же самые люди, да, которые всегда были оптимистами, которые буквально до последнего момента увеличивали свой бизнес, они росли его, они рассказывали всем заинтересованным лицам, как у них все хорошо и как у них будет процветать бизнес, и как же после этого, после всех этих постов в инстаграме, как же после этого начинать закрывать магазины, закрывать бизнес, увольнять сотрудников, это очень сложно. Вот, вы, наверное, все видели кино, да, в котором приходит команда, абсолютно другая команда, которая начинает увольнять людей, да, и с одной стороны кажется, ну это как-то нечестно, нехорошо, да, это должен делать владелец, а с другой стороны, очень часто владелец, владельцу важно найти козла отпущения, ему важно найти человека, это может быть финансовый консультант, это может быть кто-то другой, которого он посадит рядом с собой, скажет, вы знаете, вот мне вот он сделал подсчеты, и вот у меня просто открылись глаза, я понял, что для того, чтобы оставить 50 человек, мне нужно уволить 30, и вот это только что до меня дошло, и вот этот человек довел это до моего внимания, вот, так что здесь важно с кем-то войти в команду, чтобы можно было бы коммуницировать такие сложные решения, то же самое с поставщиками, кстати, это очень удачно работает, когда есть третье лицо, которое неэмоционально может рассказать о том, что происходит с бизнесом, и об этом, так сказать, помочь владельцам. Есть какие-то примеры, Андрей, о которых мог бы рассказать? Коллеги, прошу прощения, что мы детально не оговорили по регламенту нашего семинара, у нас остается до завершения вебинара ориентировочно 15 минут, поэтому давайте, вот, если это возможно, вкратце режимируем в течение этого времени в экспресс-режиме ваше сообщение и ответим тут буквально пару вопросов, которые поступили в чат на эти вопросы. Хорошо, давайте тогда дальше пойдем. вкратце, будем сейчас очень быстро идти, то есть что нужно собственно понять перед тем, как делать какие-то монументальные важные решения по бизнесу, потому что радикальные, почему нужно пару месяцев на реструктуризацию, потому что в пределах одного бизнеса могут быть разные продукты и разные клиенты, соответственно, у одного клиента даже в пределах двух продуктов могут быть разные маржинальности, тот же самый продукт может продаваться разным клиентам с разной маржинальностью, давайте здесь посмотрим, у нас есть три клиента, один маленький, но очень маржинальный, второй клиент побольше, менее маржинальный, и третий клиент очень большой, но когда мы распределили на него все переменные расходы, он практически не маржинальный, то есть он практически нам ничего не дает. Андрей. Да, продолжая вот эту тему, пару примеров, у нас осталось буквально еще несколько слайдов, несколько мыслей, я думаю, мы как раз укладываемся, по поводу маржинальности, да, часто проблемы у бизнеса возникают с тем, что на него давят кредиторы, да, может быть, там давят арендаторы, но так или иначе необходимо нести какие-то затраты, в том случае, если компания при этом переориентируется, продолжая мысль вот с предыдущего слайда о выборе наиболее рентабельных продуктов, да, направлений бизнеса, если вы быстро получаете позитивный результат, вы можете его продемонстрировать тем же кредиторам, да, и постараться получить более выгодные условия, в том числе при реструктуризации. пример быстрый приведу, работали как-то с одним из крупнейших производителей пестицидов в России, и это был проблемный клиент одного крупного банка с огромной линейкой продукции, там более, по-моему, 50 видов продуктов, мы посоветовали сосредоточиться на наиболее популярных в тот момент о диссикантах, это средствах, которые сокращают растительность, нижние, например, листья отпадают, и больше питательных веществ идет на урожаи, плюс на стимуляторах роста, за буквально три месяца там, где более высокая маржинальность в этих продуктах, спрос, не хватает объемов на рынке, мы посмотрели все это, за три месяца компания валовую маржу увеличила с 31 до 43 процентов, и таким образом выиграла себе, по-моему, 6-8 месяцев по различным кредитам в этом банке. Другой момент, который необходимо тоже проверить, когда вы оцениваете, сравниваете разные направления, есть отрасли сейчас, которые получили дополнительное внимание, скажем так, в связи с этим кризисом, медицина, IT, доставка, еще некоторые сферы производства химических веществ, которые в том числе для дезинфекции используются, но в то же самое, даже если вы работаете в этой, казалось бы, благоприятной отрасли, зоне, как непосредственно ваш сегмент бизнеса и конкретный продукт будут себя чувствовать в дальнейшем, да, в той же медицине где-то новые заказы, новое финансирование, где-то наоборот урезаются бюджеты. В том же IT некоторые направления выигрывают, некоторые, наоборот, сейчас на них не хватает денег. Илья? Наверное, самый важный слайд, на который я бы хотел обратить внимание, это слайд, который называется бюджетирование с нуля. Буквально потрачу на него три минуты, но он очень-очень важный, потому что главная тема, которую мы слышим практически от всех наших клиентов, это мы уже урезали все расходы, мы ничего не можем урезать, расходов лишних нету. Главная тема, которую мы слышим. И для того, чтобы доказать, что это не так, финансисты придумали инструмент, который называется бюджетирование с нуля. Главная тема этого бюджета заключается вот в чем. давайте определим одного клиента, который у вас самый прибыльный. Вот у нас есть клиент, от которого мы получаем 160 единиц переменной валовой маржи. заметим, что мы смотрим не на продажи, а мы смотрим на маржу, нам важна вот эта циферка. И мы задаем себе вопрос, если у нас есть только этот один клиент и больше ничего, что нам нужно, какие ресурсы нам нужны, чтобы его обслуживать? Все убираем, всех увольняем, мы строим это с нуля и говорим, чтобы получить вот эти 160, что нам нужно? Выясняется, что нам нужно не так много. В данной ситуации я просто набросал несколько примеров. нам нужен контроль качества на пол ставки, нам нужен дизайнер на треть ставки, нам нужен аутсорс по финансам бухгалтера, нам нужен какой-то аутсорс по серверам, аренда нам нужна совсем маленькая, может быть, вообще не нужны аренды, и все. Соответственно, вот так будет выглядеть бизнес только с одним клиентом. Окей, хорошо, а что если мы прибавляем второго клиента, который мы показывали на предыдущем слайде, он побольше, но он менее маржинальный, что мы с него получим и что нам нужно добавить? Давайте смотреть. Просто ускоряю, мы прибавляем какого-то еще дизайнера на пару часов, появляется операционный менеджер на треть ставки и так далее. Получается, что с этого клиента мы получаем 105 по маржинальной прибыли от дополнительных расходов, на него 30, соответственно, мы получаем с него 75. И вот теперь главная тема этого слайда, что вот этот третий клиент, он самый большой, но, как выясняется, поскольку он такой большой, как мы думали, может быть, он очень важный, потому что он большой, во-первых, у нас маленькая маржа, во-вторых, для того, чтобы его обслуживать, этого постоянных расходов, нужна большая аренда, нам нужен аналитик, потому что он просит прислать ему какую-то информацию, нам нужен операционный менеджер еще на две трети ставки, нужно увеличивать аренду и так далее. И получается, что если разобраться на уровне клиентов, то этот клиент нам не прибылен вообще. И нам лучше иметь меньше бизнес с маленькими ресурсами без большого клиента. Почему это важно? Потому что такой взгляд на бизнес сразу дает владельцам бизнеса орудие для того, чтобы идти к этому клиенту и со спокойной душой переговаривать увеличение цены, увеличение ценообразования или же если клиент не соглашается, то со спокойной душой его увольнять, потому что он по сути ничего не дает. Очень часто бизнесы не видят, сколько они тратят постоянных расходов на этого большого клиента. Коллеги, последний буквально я думаю в полторы минуты мы уложимся. Последний вариант. Если все эти способы сокращения затрат, остановки кровотечения, их недостаточно. Всегда надо держать в голове, какие еще варианты ведения бизнеса есть. Можно следующий слайд? Мы предлагаем наряду с тушением пожаров, остановкой кровотечения и так далее, прежде всего идти от потребителя, что сейчас нужно клиентам, когда, какие продукты, каким образом, где они будут получать, какие сегменты. Может быть, это подскажет вам изменения, какие смежные продукты или другие продукты, или способы, как достучаться до клиентов, чтобы они у вас это купили и вам заплатили. это приведет к изменениям бизнес-модели. Здесь же, поскольку действительно сейчас ситуация по жизни меняется, люди многие вещи пересматривают, удаленно начинают различные товары и услуги приобретать, в том числе не ездить куда-то, что будет актуально через год, 3-5 лет и начинать уже двигаться в эту сторону. Второй подход, он связан с первым, это подход от активов, что у меня есть производственные мощности, есть оборудование, есть площади, магазины, люди, технологии и так далее. Чем они сейчас могут заниматься? К сожалению, времени не хватает привести ряд примеров, может быть, потом, если будут вопросы, мы можем отдельно продолжить общение, я так понимаю, будут контакты предоставлены. Вот. Но куда еще я могу использовать те активы, которые есть, может быть, люди могут уже разрабатывать новое направление, онлайн-сервисы, может быть, там различные смежные виды продукции. И если вы не можете особенно увольнять людей, чтобы не попасть под меры воздействия, да, со стороны государственных органов, этих людей, чем им просто платить зарплату, и они будут заниматься тем же, что не приносит деньги, вы уже можете их использовать, чтобы создавать какую-то будущую бизнес-модель для компаний. Последний слайд, да, и если это не работает, естественно, остаются все эти вещи, связанные с расходами и денежными потоками, о которых мы говорили. Последний момент, всегда, даже если вы начинаете какие-то новые направления, устанавливайте сроки и критерии оценки эффективности, то есть запуская новый сервис, через какое время, реалистично, даже учитывая все сложности эпидемии и так далее, должен быть результат, через какое время я реально могу получить деньги, чтобы не потерять бизнес и таким образом сверять по мере поступления, проверять, насколько эти новые направления работают и может быть это будет новым лицом вашего бизнеса. Спасибо, теперь я так понимаю вопрос небольшое время, надеюсь. Да, спасибо. Спасибо, Илья, спасибо, Андрей. Хочу сказать, что все участники вебинара сейчас, как мне кажется, получили очень хорошее представление о системном методологическом подходе к стресс-тестированию и реструктуризации бизнеса. Спасибо за ваше квалифицированное участие. Я хотел бы сказать о двух вещах. Первое, мы безусловно будем рады видеть вас в июне на следующем вебинаре и это будет первый вебинар, который Совет Торгово-промышленной Палаты России будет проводить на английском языке и мы будем привлекать на этот вебинар максимально возможное количество участников. Второе, мы будем популяризировать запись и этого вебинара в соответствии с нашими ресурсами, возможностями национальной инвестиционной платформы и ресурсами и возможностями Совета по финансовой и инвестиционно-промышленной политике Торгово-промышленной Палаты России. Последнее, что я хотел бы сказать, из тех вопросов, что есть, Илья или Андрей, кто-то, может быть, из вас ответит в экспресс-режиме, коллеги спрашивают о том, сколько стоит стресс-тестирование бизнеса ориентировочно и сколько времени это занимает. Разумеется, ваша команда этим занимается, поэтому и пришел такой вопрос. Да, могу ответить так, что есть несколько вариантов. Мы способны сделать анализ, посчитать основные показатели с использованием ваших данных, с использованием понимания специфики рынка где-то за один-два дня экспресс-вариант это 50-150 рублей. Если необходимо построить более детальную финансовую модель, просчитать, то в течение месяца это можно сделать. По стоимости, наверное, от фронта работ лучше отталкиваться. Здесь в более долгих проектах наверное надо считать отдельно. Да, мне тоже так кажется, потому что там важны многие другие факторы. Сколько направлений бизнеса, насколько он диверсифицирован. насколько крупная компания. Конечно. По срокам ориентировочно вот так и это понятно. Хорошо, коллеги, большое спасибо. Спасибо Илья, спасибо Андрей. Будем очень рады видеть вас снова. Всего доброго. До свидания. Спасибо, все хорошо. хорошо.